Только увидели сразу Лапкин. А как вы узнали? Да, 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 да. Я на ваш канал подписан. Да, Лапкин Игнатий Тихонович. Да, да, да. Вы когда были на канале, последний раз? Сегодня был. Сегодня вы видели, что она, как там, какое собрание было? Нет, нет, обмануть не буду. Я последнее видео глядел у вас за июль, не помню, никакого года, когда вы, видео называл, сейчас скажу, когда вы поймали там у вас человека, слил бензин или дизель какой-то там вот, и вы его это, помните, это было, может, лет пять назад, я не знаю, вы ему там такое настояние дали. Да. Ну, у меня на ютубе 17200 роликов. Ну, вот когда вот бензин он сливал там. Да, 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 да. Ну, так, вот если вы по Скайпу зайдете, Скайп, Игнатий Лапкин, я скину все наши ресурсы, и сайт, и форум, и мейл.ру, это огромный-огромный материал, и вот просто такого нету во всем интернете. Игнатий Лапкин, Скайп, в Скайпе. Ну, скажите, что я здесь был, я сегодня помолился, Господь, ну, чтобы, когда разговаривали, чтобы не пили, не хлюпали, одеты были, не матерились, ну, Господь... Я в кофе пью все. Вот, вот, положите, чтобы я не видел. Я категорически против, чтобы пить. Нет, у меня нет. Когда будет, нет никого, вот. Потом попьете, потом, когда поговорим. Ага. Так, может, у вас какие-то вопросы есть духовные, о Боге, о вечности? Вот, вы мне скажите, вот, хотел себя узнать, вот, вот, у меня всегда такое мнение будет уйдать, вот, лично мое, что, когда вот мы на том свете окажемся, что мы со всеми близкими своими убедимся. Скажите, так или нет? Как, что мы? Я не понял. Что мы спокойны со всеми, да, вот, когда мы, ну, упокоимся, мы со всеми там увидимся. Да, ну, как увидимся, про это не написано, но страшный суд будет, мы будем перед всем миром стоять, голые, без одежды, и отвечать за все, что делали. Которые верят во Христа, а не омыты кровью Христа. Вера их, Христос взял наши грехи на себя. Вот, а праведников увидят всех, а грешников, грешников, они, не знаю, увидят или нет, а они увидят нас, а они увидят, чтобы они поняли, что они сделали со своей жизнью, что они избрали. Не со Христом вечно спроводить, а с сатаной мучиться в огне. Вот где будет трагедия всех трагедий. Ну, то есть, вот существует же такой там ад, да, вот где вот огонь, вот это вот все. Ну, человек верой берет, говорит, а я верю в то, что вижу, атеист говорит. Ну, как же, я говорю, а ты Пушкина веришь? Так у него труды. Труды, так какие бы ни были труды, но мы скажем, что книга эта, она нами не выловлена сетью-то, ее писали около 40 человек, 1600 лет. Вот она, Библия. Мы ее не видели, а пророка ни одного, а однако верим. Я говорю, а вот эта книга, смотрите, ее кто-то писал, или она сама появилась. Ну да. Ну так ты же не видел их. А они верят, 2 миллиарда в это верят. Христиан 2 миллиарда 200 миллионов. Мы многое не видели, мы не знаем. Я белого медведя ни разу не видел даже. А я знаю, он есть. Говорят, динозавры были. Да где его возьмешь-то? Ну, рисуют, кости какие-то находят. Это глупый ответ. А я атеист еще не признаю. Как, Бога не признаешь? А почему у тебя два глаза, а не три? Может, родители заказали так? Почему-то не гладко, как лоб, возле с носа убрать. А зачем он нужен? Ощистительный аппарат. Все пылинки, чтобы оставались. Ты понимаешь или нет? И там ворсинки, и слизкое такое вещество, чтобы все залипло, и высморкалось, и ничего нет. Кто так сделал? Вот я думаю сейчас пальцем одним прошевелить, другим. Мне не надо выключатель делать, только ум, и все выключается. А солнце, луна, животное, насекомое, все разное. Что, Дарвин виноват? Не верить в Бога? 13-й псалом написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога, они совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Это говорится 3000 лет назад, как будто сегодня. А я атеист. Вот так начинает. Можно у вас узнать вот такой момент, вот я, конечно, не знаю, как вы ответите на это все дело, но все же, вот такая тема, вот как домовые и туда-сюда, вот прилично я видел, вот как вы на это сейчас скажете? Есть такое неопытное? Это объяснение такое. 12-я глава апокалипсиса в Библии, последняя книга. В Библии говорится, что на небе была революция. Высощайший ангел, самый светлый, чистый, он был начальником, называется Люцифер, сын света. И он поднял восстание, и одну треть ангелов за собой. И была война между архангелом Михаилом, и они были побеждены и сброшены на землю. Кто-то домовым кажется, кто-то чем-то. Это демоны, это все демоны. И вот сейчас есть ролик один, вы его посмотрите, называется Интервью с дьяволом. Просто, ну, запишите себе Интервью с дьяволом. Это не мой ролик. Нет, нет, нет. Запишите. Интервью с дьяволом. И помните, что в скайпе меня найти через Игнатия Лапкин. Нет, я знаю, как он. Да, Интервью с дьяволом. Это в лесу, в лесу, который берет журналист, он с бородкой, у него крест видно, и дьявол в образе человека сел. И он ему вопросы задает. А кто ты, откуда? И он говорит, давно это было. Я проводил кампанию. Но я нарушил все правила. И все пошло не так. И вот я оказался здесь. А он говорит, журналист, да ты не один здесь? Хо-хо-хо, захохотал. Нас здесь тысячи тысяч, то есть миллионы. Миллионы демонов, бесов, чертей. А он закурил, когда демон-то, этот, сатана-то. А он так журналист, вы курите? Он опять, вы спрашиваете того, кто изобрел это. Куриво-то от кого идет-то? От дьявола. Он говорит, а самая большая победа какая у вас? Он говорит, когда люди не признают, что я есть. Они думают, ничего нет, они сами делают. Ну, а как вы людьми владеете-то? Какая сила у вас? Он вот так постоял, папирос вот так прижал пальцем-то. И дым пошел, она загорелась. И он вот так вот руку поставил только. Огонь запылал. Он провел огонь. Провел, нету. Потом рукой так махнул. Все засияло. В лесу светильники только-то. А потом вот так вот кинул руку-то. Деревья вот так, как наш журналист вот так вот сидит. Это все в вашей власти, да. Ну, а как к человеку? Он говорит, мысли я не знаю людей. Но я понимаю, на молекулярном уровне, что он думает? Вот гляжу в витрины, раз прошел, посмотрел, да. А я так уже подстрою дальше. Ему надо теперь кредит брать. И будет у жидов в рабах. Все, тебя подопрет. Ну, а что вас ожидает впереди? И он говорит, а впереди придет тот, которого я распял. Две тысячи лет распял Христа. И он уничтожит меня. Поэтому, а кто самый большой враг ваш? Он тогда вот так кулаки сжал. Не буду говорить. Ну, а что самое неприятное в людях? Когда каются. Когда живут мирно. Когда просят прощения друг у друга. Когда читают Библию. Ходят в церковь. Терпеть не могу. Он все говорит, я скажу, и говорит правильно. Но я человеку предлагаю ложь и истину. Человек должен выбрать. И к журналисту и говорит, вы хотите, чтобы я вам помог? Он говорит, я слышал, дорогой ценой платят. Душу отдавать надо. Опять засмеялся. А ты не думай об этом. Я могу сейчас так сделать в вашем ведомстве. Где вы, там пресс. Средства массовой информации. Там на их людей много. Сегодня все вас будут ждать. Вы начнете подниматься. А потом скажу. Он говорит, нет. Не пойдет так. И как они расстаются. И говорит, один вопрос еще. Можно? Он хотел записывать на телефон. Он говорит, я не хочу этого. Он убрал тогда. Ничего, давай ручкой записывать. И говорит, а почему наша встреча в лесу? Он два кресла образовал. Они сидят. А где вы хотели? Вы в церкви, что ли? Да нет, я знаю, что в церкви дьявола не будет. Не будет? Да ни в одной церкви нет, чтобы я не был. Там большая часть людей мои. И он говорит, в данном случае, как есть. Интервью с дьяволом. 12 минут всего. И вы увидите, какого избрали артиста. Даже не верится, что это артист. Как будто сам сатана сидит. А может, и артиста никакого не было. Записано было. Как он губы поджимает. Так вот вверх. И все это говорит. Говорит, а сколько вам лет? А вы слышали об одном персонаже? Что ему несколько тысяч лет. Так это я. А вы как? В другом месте бываете? Говорит, я передвигаюсь быстрее скорости света. Скорости света. Могу воспроизвести любую интонацию давно умерших людей. И я на этом ловлю людей. Вот эти. Кстати, можно вас узнать? Вот недавно, кстати, вот бабушка покойная с ним. Вот я буквально в один раз. Ну, я знаю, как бы она человек духовный был. Не злая. Как скажем, да? То есть не обижал никого. Вот ей было 87 лет на момент. У покоения, так скажем. И снилось в виде, знаете, кого. То есть я ее во сне вижу. Я знаю, что она покойная. Я такой, блин, бабуля. Ты же не настоящий как бы. И она как вот, я не помню, кусок газеты или чего-то. Как кину тут так. И уже лицо злое такое из того. Я как встану. Чего такое было? То есть я во сне понимаю, что она не настоящая. И она у меня лицо такое злое из того, когда она что-то кинула в меня. Блин, я встал мне колбасить на таксинку. Понятно. Так, человек уходит. Иногда демоны принимают вид родных, умерших-то демоны. А человек сам по себе приходить, он... Это крайне-крайне редко, когда Господь допустит. И то не в теле, а в духовном плане. И он показывает. У нас другая материя. Взял телефон, у него из кармана телефон вылетел, и к нему летит. Он вот так через него руки просунул, с другой стороны пальцы-то. Для нас это не существует. Так мы должны научиться мыслить категориями священного писания. И тогда у нас все на место встало. Живу я не для этой жизни, для будущего. Я для Бога это все делаю. Нет, я с вами... Вот вы зайдете, если на сайт, там мои 41 книга, которая у меня вышла из 38 из печати. А остальные в интернетной версии. Я на вас подписался еще два года назад. Так вот, ну, кстати, отличное видео у вас, действительно, вот так вот поглядеть, как вы кушаете. Ну, нас просят показать, какой завтрак, какой, люди не знают. Мы показываем, водки нету, мяса нету. Как вы, я помню, видел, было одно, вот недавно, кстати, тоже видел, как детей наказывали, когда они сахар взяли. Помните, как они ели там? То есть, они взяли из мешка там что-то, и вы сказали, вот все, никакого обеда, вот вам хлеб, вода и сахар, ешьте. Будете есть. Видите, я 45 лет начальник детского лагеря, это не два дня. Нет, очень вот такой молодец вы, кстати. Ничего не могу сказать. Вот если зайдете по скайпу, при готовке вопроса, там проще, и никак здесь, раз, и ушел. А там надо нажимать, а здесь вот начнешь только говорить, раз, и потом говорим, даже признаков нет, что людям не надо это. Как с вами, и раз, и нету. И больше не встретишься. А там остается где-то, я могу все материалы скинуть, все новинки. Вас как звать-то? Звать как вас? Алексей. Алексей. Алексей переводится помощник. Да благословит вас Господь. Это молитва уже, я сказал, да благословит Господь. И это уже благословение Господня на человеке может пребывать. От вас зависит, принять, не принять. Чтобы вы по слову Божию были, считали Евангелие. Сейчас вот рождественский пост будет. Организму нашему это необходима разгрузка. А церковь это любящая мать. Сходить в храм православный, сходить на исповедь. Вот. Не курить, не пить, не ругаться, это не надо. Это все... Такой мусор в душе. Он застрал... Все это... А вот, скажите, вот так вот, пока я вас увидел, вот так вживую, так скажем, ну, как избавиться от никакой независимости? Никак к Богу обратиться. И все говорят, там конфеты в парстегаре ложить. Глупости. Вот я что имел? Родился в старообрядческой семье. С детства, ну сколько с детства там, ну с двух лет, я знал, что есть Бог, и суд за все отвечать. И мать говорила, в пионеры вступать нельзя, комсомольцы нельзя, пресать нельзя, танцевать. Иначе там на огненных иглах будешь танцевать в аду. Она по-своему объясняла. Она с отцом, они полкласса не кончили. А у нас 10 ребятишек в семье было. 10, отец без руки, понятно, что бедность была вопиющая, никогда не слышали, что в власти ругали. И вот какая зависимость? Я что-то не так понимал. Ну так, мать так научила. Но главное, что есть суд Божий, она сказала, а о Христе не знал. Нельзя воровать, нельзя с женщинами дело иметь, пока не повенчается. Меня от этого Бог сохранил. 81-й год, а я как будто бы 30-летний. Ни одной таблетки еще не съел. У меня две голубятни, я туда-сюда на велосипеде гоняю, работаю с молодыми. Они пилить вручную, копать землю. Не каждому юноше уступлю. Почему? Но при всем этом, когда я не знал Господа, были и свои какие-то мысли. И мысли были нехорошие. Вот спрашивай, а кем ты хотел быть? Людям интересно. Я прошел столько, пять тюрем и все. Я говорю, я с детства хотел быть террористом. Смешно даже. А почему? Я видел, когда пасли с отцом, какие-то ямки. Отец говорит, вот жили здесь редькины. Жили хорошо, все работали. И потом раз их всех забрали, раскулачивание было. И сослали, и все погибли. И здесь я думал, я видел это маленький. А кто делал? Да это коммунисты. Так отец обернется, чтобы никто не видел его. Это коммунисты. И я ненавидел. Как же так? Люди жили. И все планы, налоги, отец говорит, платили. Ну, было, политика. Ну, раз и все. Коллективизация. Когда Черчилль Уинстон спросил Сталина, сколько обошлось коллективизацию. Он говорит, растопыренные пальцы кинул. Показал. Минимум 10 миллионов погибло. Внутри страны. Это лучшие крестьяне были. Кулаки зажиточные. Они работали день и ночь. Я таких видел, которые остались живые. Брал интервью. Меня за это законопатили. И вот, как избавиться от этого? А теперь, когда я обратился, я понял, не я буду. Я никого пальцем не тронул, а готовил к этому себя. Все время тренировался. В секции бокса, стрельбы. В руки не дамся. У меня везде ружья были, патроны. Собака, ученая. С топором под головой. Где-то меняю место свое. То есть я все готовился. Вот, Джохар Дудаев. И Чкерия был. Я бы к нему сразу перешел, если бы не обратился. Сразу. А Господь сказал, тебя будут гнать. Тебя будут давить. Тебя будут убивать. Как Саввел. Я благодарю Бога. А как избавиться? Я встал на колени и сказал, Господи, избавь меня от меня самого. Я встал и смотрю на себя, который был. А я работаю на корабле. Учусь в училище. Деньги, здоровье, силы. А внустырь пустота. Умру я. Кому это все надо? Я когда встал, я понял, я не тот. И уже только к кораблю подошел лоцманский катерок. Я первому матросу сразу же сказал, живем неправильно. За нас Христос умер. Мы себе не принадлежим. Надо жить для Бога. Тогда мы будем видеть нуждающихся. К каждому человеку видеть брата и сестру. А у меня такая характеристика блестящая просто. И сразу же Лапкин сошел с ума. Весь караван кораблей узнал. Ну и пришлось уволиться, пойти на стройку снова. Вот как. И поэтому избавиться от этого, ты должен сказать так. Вот я, вот смотри, вот я встал. Вот у нас все с поясом, мы посты соблюдаем. И я живой человек. Но я не такой, как Господу угодно. Господи, избавь меня от ненужного. Я прошу Господи, помоги мне избавиться от того, что есть во мне. Я встал и совершенно другой. Меня не тянет к тому, что тянуло. Я кинул, ходил, много другого. Ну другого там считал. Книги имеются в трех библиотеках записаны. Я не болтался ни на трансплощадке. Мать сказала, я запечатала все. А теперь я все бросил на изучение Библии. Обратился брат, родной брат, стал священником. Пять сестер, все уверовали. Отец, мать пришли к Богу по Евангелию уже. Ну и я когда был в тюрьме, свидетельствовал, следователь обратился, который дело мое вел. Начальник тюрьмы умер по-христиански. То есть я оборачиваясь назад, я виду не сотни, а тысячи людей, которым Бог открыл истину. Я тут ни при чем, я просто протрубил эти слова. И вот это я храм. Тело мое храм, церковь, храм Божий. А Господь говорит, кто разрушит храм, того покарает Господь. А табак отнимает 12 лет жизни. И последние 10 лет ты будешь харкать туберкулезом. Рак легких, тебе надо это? Вот которые на свой табак, у них рак щеки. Нюхают табак, который рак носоглотки. Это тут, врачи это все говорят. И вот в моем, когда зайдете на сайт, там есть одна книга к истинному православию. Я материал собирал 40 лет для нее. 40 лет. И всей мировой литературе. Там отдельная графа, я бы сейчас вам скинул, но я в скайпе вам дам это. И о табакокурении, что она дает? Большая, огромная статья, статистика данной, люди, все указано. Я работаю буквально с архивами. Очень редкие материалы в моих руках побывали. И все отобразилось в книгах. Я вам сразу скину. Вы сегодня зайдите, и сегодня в ваших руках, и только попросите. Я буду молиться, Господи, избавив Алексея от этой дурной, ненужной, вредной привычки. А напомните, пожалуйста, у вас в скайпе как добавить? Скайп, Игнатий Лапкин. Еще скайп, два слова, Игнатий Лапкин. И вам сразу откроется. Вот, кого-то и не, по-нашему. Ну, скайп, знаете, я разговариваю, скайп. Все, и кого поиск, там сразу графа покажется. Кого ищешь? Напиши, Игнатий Лапкин. Все, и меня выкинет. Я один на весь интернет с этой именем, фамилией. Если бы зарядить, там, Дворкин или Иванов, там, десятки тысяч таких, одинаковые. Ну, так Бог сделал. Я иногда кратко подписываю. Иг, Лас, большой Бог, Игла. Да, не Игла, а Игнатий Лапкин. Я понял, я записал. Спасибо вам большое, Владимир Булин. Очень большая удача с вами. Да, это Господь сделал так, Алексей. Это не просто так. Это Бог сделал. И Господь желает, чтобы вы были помощником в добрых делах. Вы, может, еще будете мне помогать. У меня большие материалы сейчас озвучивают вопросы. Новые-новые оставлю. Там, увидите, о церкви, о демонах, о бесах. А вы как раз тут уже вопрос коснулись. Итак, 55 папок. Я отвечаю на 4 тысячи, 124 вопроса. Тысячи. И сейчас их начали озвучивать с разных сторон. Там, программисты другие. Сейчас еще кто будет, с середины начнет. И которые... С чем-то я могу помочь. Да, папки, допустим. Ты скажешь, посмотришь и скажешь, о чем? О семье, о церкви. Избери какую папку. А там вопросы. Как вопрос сткнул, откроется ответ. И нужно читать. Там подскажут. Увидишь как. Вопрос, ответ. И пока вы считаете, вы вот так вот заполните все. Повторяю, такого в мировой сети в интернете нету, ни на каком языке. А почему? Другая биография. Другая жизнь. Никому не ответить. Ни одному сегодняшнему, которым выступают священники. Они не знают, а во-вторых боятся. У меня отвечено, я смотрю выше голов. Вот на теме масонства, что будет дальше, советская власть, я 14 лет потратил раньше. Весь материал обработал, какое только существует дореволюционной России, зарубежной, пресоветской. Я всегда, когда ваше видео глядел, удивлялся. Думаю, как вы можете, ну, один, и у вас он в целом, так сказать. Как вы можете, так сказать, целому? Меня в 80-м году арестовали по санкции МГБ. МГБ это московское КГБ. И они, там самые такие специалисты, они высчитывали, что сделано, трудятся несколько отделов где-то в Сибири, в Тайге. А когда арестовали, оказалось, один человек. Мне до того смешно. Так с КГБ у меня сохранились отличные отношения, мы перезваниваемся, с праздником поздравляем. Я реабилитирован, у меня ничего нет теперь. 11 лет шел суд за то, что изъяли. А должны были они мне конфискаться 11 миллиардов под тем деньгами, недоминированным. И через 11 лет я выиграл вот эти вот два дома в центральном районе, околобиг, красивейшее место в Барнауле. Все теперь за мной закреплено. Мировое соглашение, решение суда. Все здесь. И мы здесь собираемся. У меня склады для лагеря. Да, мэр города приехал. Все сфотографировались, по рукам ударили, обнялись и поцеловались. А мэр входил в лучшую десятку лучших мэров России. И все это центральная газета, наша Алтайская правда напечатала статью. Лапкин предпочел храм недвижимости. То есть не деньгами. А у них денег нету. Вот бог делает так. Как только вы решили эти деньги, одну двусотую часть выиграл. Остальное все. 11 лет туда-сюда трепало. Наконец прокурор края у меня, генерал-лейтенант, близкий. Мэр города очень близкий приезжает. Ректор юридической академии. Ну, губернатор. И все собрались. И говорят, ну давайте до конца решим. Руки, ноги, лапки, но не вставишь. Что крутили, выкручили. Ну, закончить надо-то. И закончили. И Москва вступилась. И все это сделали как. И когда там все было сделано, а они там собрались где-то. Ну, Сабантуй какой-то маленький был у них. День рождения. По должности все пять генералов. Мэр города там. Начальник отдела юстиции. Генерал-лейтенант. Ух, а мы о вас только сейчас разговаривали. Я говорю, что более счастливого человека мы, говорит, не знаем. Я говорю, а как вы определили? Какие критерии? Вы, Игнатий Тихонович, сделайте то, что вам нравится. А я вот пачкать убийцы, там, разбратья, я разбираюсь и сижу, мне это... Понятно? И, наконец, я в интернете нахожу Шолоховец Трущков Александр, профессор. Прямо трубит. Вы знаете, я давно здесь, я встретил человека самого счастливого на земле. Я говорю, как вы определили, вы делаете, что вам нравится. Вот в этом деле. Я с детьми занимаюсь, мне это очень нравится. Иду, сотрудничаю, 18 лет в тюрьме, мне это нравится. Я преподаю в университете, все бесплатно. Мне нравится студентов поднять, чтобы уровень был. Тут как-то интересно. Захожу к ректору. А ректор, это академик, там, профессор Евстигнеев Владимир Васильевич. Студентов 21 тысяча с 18 стран, а то у нас в Барнауле. Он встанет, вот так вот обнимет, а профессорский состав, заседание идет, поклонится. Я преклоняюсь перед этим человеком, скажет. Это человек, ну, не мне ровня-то. Я говорю, а почему вы так считаете-то? Вы даже сами не знаете, что делаете. Вот я пришел к вам на занятия, он говорит, вы людей не видите. Я говорю, почему не вижу? Я вас спросил, вы что-нибудь видите? Я говорю, нет. Лица светятся у людей в аудитории. Светятся, а вы не видите. А как? Я не знаю, я привык к этому. Вот мы тут, где я сижу сейчас, летом, ведем занятия там. Вот береза тут. И вдруг дверь открывается, директор магазина красный, центральный магазин Барнаула. Приехал, он иногда что-то помогает. Мне помогают многие. Так встал и в дверях остановился. Я говорю, что? Игнатий Тихонович, а что это за место? Я говорю, что? Да у вас такая аура, все светится во дворе. Да и солнце светит? Нет. Вы еще не видите? Я говорю, нет. То есть людям Бог показывает, что мы все отреклись от того, что есть. Мы ценим Христа. Не религию проповедую я, а Боге, который дал Сына за нас. Вот в этом все. Ведь представьте, мы проехали с миссионерской поездкой 120 тысяч километров. От Владивостока до Лиссабона. Прибалтика, Скандинавия, Турция, Север. 650 городов. На 35 миллионов подарок сделали только. Понимаете, это нельзя сделать. У нас в среднем выходило... За день мы проезжали, когда я подсчитал, там сколько на Восток. Каждый день 1033 километра. 1033. У нас отбой был в 10, подъем в 2 ночи. Понятно? Это нельзя повторить. Во-первых, ни у кого нет такого сокровища, таких книг. И чтобы даром ехать давать, да это неслыханно, не видноно. А почему? Бог дал мне сигнал сделать. А у меня денег нету. А где деньги? Я сразу всех на колени. Давайте молиться. А у нас газель новая куплена. Она как танк идет, но и жрет, будь здоров. Две ведущие у нее, она не застрянет. Высокая стоит, не на брюхе лежит, как эти машины на асфальте. Давай молиться. И вдруг заходит человек в моем мире и говорит, вы говорили, вам деньги нужны. Я говорю, да это я книги издавал когда, помощь искал. Я их не издаю уже, я закончил. Потому что у меня и времени нет на это. Еще семь книг, 38 вышло, а семь в интернете версии. Четыре книги стихов по 800 страниц. Где 3467 моих стихотворений с эпиграфом из Библии. И напротив каждой строчки еще некоторые стихотворения. Откуда взята Библия, глава стих? 36 раз Библию открыть надо. Это в мировой практике никогда не было. Да я говорю, деньги нет, ну куда-то потратить. Я говорю, мы едем в поездку. А кто это такой? Дмитрий Булкин. Неоткуда-то, Калининград. Я иду, деньги получаю. Речь идет о шестизначных цифрах. А теперь дорога-то мне надо. Я кассир, деньги надо не в одном месте держать. И как спрятать? Надо, чтобы они были не толстые. Я подошел к кассе, одному даю такими. Я говорю, господи, мне бы вот эти пятерки-то по пять тысяч, чтобы меньше. Она на меня вдруг глянула, а вам какими дать? Как будто, вы знаете, я ее как Вольф Мессинг в банке-то набрал. Это я просто нехорошее сравнение делаю, но такое. Она так на меня смотрит. Я говорю, мне бы вот этими красненькими-то. Я их никогда в руках-то не держал, наверное. Она тут же у меня отсчитывает их. День проходит еще. Новый человек, совершенно незнакомый. Еще 200 тысяч подкидывает. У нас только в один конец к Лиссабону горючее съелось 440 тысяч. Полмиллиона. Понятно. И ни одного рубля там моего не было. Они дорогой, на которую поехали, свои деньги взяли, покупают мороженое. Я в рот не прикоснулся. Я вот в Америке был. Меня там не знали, куда возили. Носки старые на мне не могли заменить. Я для себя ничего не оставил. Почему? Это мой образ жизни. Они рыбы купили. Ну, садитесь, ешь. Я говорю, мне до дома доехать надо каждую копейку. С собаку на поводоку пошел гулять. Искупались. В Ереване были Сиванозеры. А вот в Азербайджане в доме Мулы ночевали. Если видели там, какая беседа с мусульманами. Как в мечети молились. Это вообще не видно. Это скажет еретик там то другое. А сколько вот сейчас приезжают мусульмане, здесь крестятся у нас в Потеряевке. Принимают христианство. И вот начинают. Вы слепой человек. Я говорю, а почему? Вы не видите, что евреи все захватили. Я говорю, а чего вы решили? Да потому что не боретесь. Они прессу захватили. Эти ипотеки разные. Рабами всю Россию делают-то. Я не сказал. Я согласен. Надо бороться с евреями. Так надо оружие правильно найти. А какое? Я говорю, любовь. Любовью. Ко мне привезли еврея. А он три часа побыл. Чистопородный еврей. Родители в Израиле. Наум Израилевич. Само себе говорит. И он пошел уже православный. Сейчас священник православный. Белиссе. Вот боритесь так. И посмотрите, что будет. А вот нас, КГБ-то другое. Согласен. Душат. Ну вот у меня следователь КГБ обратился, стал священником. Пусть бы через каждое пришел сотрудник КГБ. И стал священником. Так я называю имя, где работает человек. Все. Это я не выдумываю что-то. Вот так. А то бороться надо. Борцы. Игорь Игорь Игоревич, хотелось узнать по поводу Никиты. Никита сейчас где находится? Борисполь. Город Украина. Борисполь. Он там в какой-то работе сейчас работает. Свой у него видеоканал есть. И он комментарии иногда дает. Вот вот я сейчас считаю вас, как будто я среди вас. Как мне вас не хватает? Все, теперь на место становится. Но школу он прошел большую. И все говорят, видят Никита другой. Но Никита Игнатьеву школу прошел, видать. Он... А вот Катя хотел всегда узнать. А почему он от вас уехал, так сказать? Ну, такой человек. Без отца матери. Наркоман многолетний. Наркоман. Засохший. Да. Это не просто так было. А то со стороны глядят. Я сурово обращаюсь. Меня учить не надо. У меня и должность была командирская до армии. И в армии на такой должности был. Сейчас вот военные были. Я вам вопрос задал. Вы служили в армии-то? Честно, нет. Вот. Я говорю, скажите, увольнителю на сколько дают? Ну, иногда за хорошее поведение на сутки могут дать, чтобы там где-то ночевал. Не пейте. Не хочу. Так, смотрите. Извините. Так. Не, не. Я говорю, а у меня была увольнительная в армии с 1 января до 31 декабря. Ни один генерал ответить не мог. Такой должности нет. Я говорю, есть. То есть была в 61 году. А что это за должность такая? Как это? На целый год срочная служба? Я говорю, да. Да нет, наверное, какая-то ошибка. Так ошибка-то где-то. А это я, свободный, я разъезжаю по стране. А что? Я до армии работал прорабом после строительного техникума. В органах МВД в строго режимном лагере. Отец без руки. У матери три брата на фронте погибли. То есть мы проверены были до десятого колена, чтобы мне эту должность дать. То есть пролетариат. И мне дали сержанта, минуя младшего сержанта Ефрейтора, и поставили на должность старшины. Старшины при сержанте. И должность такая. Техник, смотритель, воинские здания, ракетных войск Дальнего Востока. Определять, какому офицеру, когда квартиру давать. Я поэтому сегодня в Хабаровске, завтра в Владивостоке. Я всегда в это время занимался разными языками. И где институт иностранных языков, я там уже ночую среди студентов подновить знания свои. Это Бог так делает, готовя меня для того, чтобы я пойду за рубеж когда-то, буду беседовать. Вот у Бога промыслительно все проложено. Я не сопротивлялся. В школе не было ни одного, может, один день, может, иностранный язык, немецкий учитель. Кажется, это как, зейдлес был у нас, Густав Густавович. Он умер, старичок. И мне тройку поставили в аттестат, а языка не было. Я самостоятельно немецкий изучил за шесть месяцев, английский за четыре месяца. Самостоятельно. И сразу принялся испанский, французский. Мне это надо. Это в армии, в армии, в армии. Когда, говорят, пропало четыре года. Не пропало. Я все эти темы мира изучил политические. Ко мне приезжали профессора, перестройка была. Вот сейчас мы не знаем, какой строй нам надо. Вот какой. Такие дебаты идут. Как назвать Российской Федерации? Ко мне приезжали в степь туда. Беседовали. Я говорю, знаете, есть такая страна, Новая Зеландия. А есть Швеция. Вот давайте возьмем среднее. Оттуда и оттуда. Вот такой строй должен быть. Для них это шок был просто. Это Бог делает. Еще раз говорю, Алексей, я ничего не придумываю. Просто я живу радостно, свободно. Но Новую Зеландию и Швеция невозможно совместить. Ну, это кто как может. Ты вот уверуй во Христа и дальше неси его благу и весь другим. Бог сам сделает. Мне вот это дал он. Пройти такие страдания. В интернете сейчас примерно 220 роликов против меня, клеветических. Больше, чем против Путина, против Медведя и патриарха Кирилла. Но одного. Почему? Значит, я Богу угоден. Вот Оскар Уальд был такой философ. И он говорит, я столько клевет прочитал про вас, и теперь у меня нет сомнений. Вы очень хороший человек. Да, я, кстати, тоже видел, что там есть видео такие, что у вас там не все, кто их никогда неопиятен, с этим не согласен полностью. Да меня-то не трогает, это не грамота. Мне что это? Ну что, они нападают. Господь говорит, радуйтесь, веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Когда будут поносить вас, несправедливо. Меня гнали, распяли. И вас будут гнать. Меня слушали, вас будут слушать. Так что вы заходите на наш Ютуб пощаще. Может, к утру будет наш разговор выставлен. Побеседуем. Вы увидите, что встретился, говорят. В рулете нет людей нормальных. Я говорю, есть, но редко. Не раздетые. Беседуют. Не матерятся. Спасибо вам. Слава Христу. Ну что, расстаемся пока. Да, спасибо вам за все. Мы говорим, спаси Христос, вместо спасибо. Спасибо. Слава Христу. Да благостоит вас Господь. Спасибо. До свидания. Отключайтесь. До свидания. До свидания.